Интрига месяца. Ситуация с главой администрации Владивостока. Две недели жители города и средства массовой информации обсуждают неожиданное заявление Виталия Веркиенко об отставке. Он сообщил об этом 2 октября в своих аккаунтах в социальных сетях. Информация произвела эффект разорвавшейся бомбы. Выдвигались различные версии, в том числе и о том, что все это фейк. Веркиенко никуда не уходит, а его личные страницы взломали злоумышленники и разместили там информацию, не соответствующую действительности. Предположение развеял сам Веркиенко. В конце прошлой недели он записал видеообращение, в котором подтвердил свой уход в связи с, цитирую, отсутствием мотивации. Бежать по коридору, по чужим правилам я не намерен. Таракань и бега – это не мой спорт. Я готов жертвовать многим ради своего города. Но я должен понимать, что это кому-то нужно. Я могу быть самураем, но я точно не буду Дон Кихотом. Это видеообращение – единственное объяснение, которое дал Веркиенко относительно своего ухода. Многие журналисты пытались получить более внятное объяснение, но безуспешно. Никаких подробных комментариев не было. Немногословен был глава Владивостока и перед депутатами. 11 октября на заседании Думы города состоялась эта встреча. Внеочередное октябрьское заседание Думы Владивостока было рекордно коротким по времени, но по важности рассмотренных вопросов – одно из ключевых в осеннем расписании. Корректировкой бюджета города предусмотрено выделение более 200 миллионов рублей на содержание города в осенне-зимний период. Основу добавленной суммы составили дополнительные доходы от налогов и экономия бюджетных расходов. Сегодня внеочередное заседание Думы. Оно связано с тем, что необходимо внести корректировку в бюджет. Для нас это очень важный вопрос, который требует экстренного рассмотрения. И в данном случае будет корректировка внесена на очень серьезную сумму – 201 миллион. Это мероприятие, которое связано будет с содержанием наших городских территорий в осенне-зимний период. Бюджет Владивостока уже несколько лет подряд профицитный, что позволяет закладывать в него расходы на социально важные объекты и инфраструктуру. Вторым вопросом депутаты городской думы утвердили перечень наказов избирателей на 2019 год. В текущем периоде депутатами было собрано 505 наказов. После юридической проверки часть была отклонена по объективным причинам, а 28 наказов уже выполнены в этом году. 151 наказ попал в итоговый перечень и был утвержден депутатами. Среди них – ремонтные работы подпорных стен и придомовых территорий, благоустройство остановочных павильонов и ремонт пришкольных стадионов. Сумма беспрецедентная – 178 миллионов. Туда вошли очень много наказов, которые были сформированы на протяжении этого года. Это ремонт лестниц, подпорных стенок, территории, прилегающие к дворовым домам, территории, которые сегодня являются общественными пространствами. Наказы избирателей в количестве 115 таких наказов будут исполнены в 2019 году. И очень важная деталь – на следующий год мы уже спланировали наказы, а в следующем, в 2019 и 2020 году также сформированы уже наказы на эти года. В количестве 184 наказов, которые также будут совместны с администрацией, приняты к исполнению в бюджете следующих лет. К списку принятых наказов добавил свои два, теперь уже экс-глава администрации Владивостока Виталий Веркиенко. Обратившись к депутатскому корпусу в прощальной речи, Веркиенко не стал говорить о причинах своей отставки, сконцентрировав речь на двух необходимых Владивостоку задачах. Я хочу попросить вас применять в понимание два моих наказа. Тот опыт, который я получил, дает мне право понимания и внесения предложений с тем, чтобы город Владивосток со временем получил необходимый ему статус города федерального значения. Я прошу это глубоко осмыслить и не дать заболтать. Не дать, скажем, создания ложного понимания или красивого статуса столицы Дальнего Востока. Второй наказ заключается в том, что, как я говорил в декабре, 21 декабря 2017 года, за этой трибуной, я говорил, что считаю правильным и телесоргазмом избирать главу города Владивостока прямым голосованием. Провожали бывшего главу стоя под аплодисменты. Веркиенко вышел, оставив больше вопросов, чем ответов. Ясна пока одна перспектива. 16 октября на очередном заседании Дума сформирует комиссию по избранию нового главы администрации. Почему мэр Владивостока покинул свой пост? Отсутствие четких объяснений самого Виталия Веркиенко порождает целую волну слухов и домыслов. Мы проанализировали официальные средства массовой информации и анонимные телеграм-каналы, выбрали несколько самых обсуждаемых версий отставки и попросили эксперта оценить их обоснованность. Команда Игоря Пушкарева достаточно системно работает. И учитывая то, что Веркиенко в прошлом году пришел на волне межелитных договоренностей, у них наоборот не было того самого осадного положения, поэтому работали все в общих задачах. И более того, мы видели, что сами заместители уходили ранее, то есть самого Веркиенко, поэтому здесь данную версию я бы не рассматривал в качестве основной. Вы знаете, это не первая информационная атака за последний год на Виталия Веркиенко, и это вполне нормальная политическая борьба. Стороны периодически обмениваются любезностями по отношению друг к другу, и, собственно говоря, нужно понимать, что бывает реакция. Реакция со стороны Владимира Николаева была вполне ожидаема, но это точно не повод уходить с поста, тем более Веркиенко показывал себя как вполне крепкий политик. Я считаю, что у Рио-губернатора сейчас совсем другие задачи, нежели менять власть в муниципалитетах, тем более в преддверии выборов. Поэтому Кожемяк неоднократно говорил о том, что он поддерживал Веркиенко и готов был работать дальше. Поэтому здесь, я думаю, каких-то разногласий среди политиков не было на данном этапе. Это не совсем так. Владивосток проголосовал вполне нормально, даже по сравнению с выборами 2014 года. Особенно в первом туре была хорошая динамика, а во втором туре они смогли бы в целом удержать тот результат, которого достигли. Более того, вообще каких-то кадровых решений на уровне даже федерального округа не последовало. Юрий Трутнев говорил о том, что за выборы увольнять никого не будет. Да на самом деле каких-то чудес на данном этапе, в том числе и в рамках межелитных договоренностей, от Веркиенко никто не ожидал. Более того, у него была поддержка со стороны крупного бизнеса, который имеет свое влияние в регионе. Поэтому нельзя его называть таким одиноким политиком, без поддержки. У него все это было. На мой взгляд, главной причиной стала политическая незрелость и неготовность самого Веркиенко руководить вот на таком уровне. Это был его уже второй заход в большую политику. Первый был в администрацию края и также непродолжительным. И в данном случае то же самое. Говоря о том, что у него пропала мотивация, но нужно понимать, что у нас здесь нетворческая профессия. Это ответственность перед сотнями тысяч горожан, в том числе в такое нестабильное социально-политическое время. И непонятно абсолютно, и, мне кажется, несправедливо по отношению к жителям. На следующей неделе Дума официально примет отставку мэра. После этого будет сформирована комиссия, которой предстоит рассмотреть кандидатов на пост главы. Прием документов от соискателей, скорее всего, начнется в начале ноября. До 10 декабря Владивосток должен обрести нового мэра.